Уважаемые дамы и господа, мы начинаем церемонию подписания совместных документов, после которой состоится пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств России и Алжира. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем церемонию подписания совместных документов, мы начинаем церемонию подписания совместных документов, мы начинаем церемонию подписания. Уважаемые дамы и господа, переговоры с моим алжурским коллегой Абдалькадаром Месахелем были продуктивными. Мы констатировали динамичное развитие политических, торгово-экономических, военно-технических связей в полном соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве между Россией и Алжиром 2001 года. Дополнительный импульс сотрудничества был придан в октябре прошлого года, когда состоялся визит в Алжир председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Тогда был подписан целый ряд документов о взаимодействии в различных областях. Мы условились работать над их выполнением во всех направлениях по линии всех министерств и ведомств. Алжир в числе наших ведущих торгово-экономических партнеров на Ближнем Востоке и в целом на Африканском континенте. Мы позитивно оцениваем деятельность смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее восьмое заседание состоялось в сентябре в Алжире. И тогда же прошла очередная встреча Российско-алжирского делового совета, который помогает развивать прямые контакты между деловыми кругами двух стран. Готовим очередной бизнес-форум российско-алжирский на полях выставки Иннопром-2018 в июле этого года в Екатеринбурге. Мы оценили, как весьма перспективное наше сотрудничество в рамках форума стран-экспортеров газа. В Алжире по линии этого форума создается специальный институт, и российские представители бизнеса и государственных структур заинтересованы в том, чтобы активно содействовать этой инициативе. Ну и Алжир по приглашению наших представителей будет присоединяться к Международной ассоциации транспортеров нефти. Господин министр это сегодня нам подтвердил. Мы отметили обоюдную заинтересованность в активизации гуманитарных связей, образовательных обменов. В Алжире около 20 тысяч выпускников вузов нашей страны действуют активные, нацеленные на содействие, отношения между нашими странами ассоциации выпускников. Хорошие перспективы отметили мы и в сфере военно-технического сотрудничества, и особое внимание уделили наращиванию взаимодействия в сфере безопасности, в сфере противодействия терроризму. Поэтому мы удовлетворены тем, что Алжир присоединяется к Международному банку данных, в котором аккумулируется информация об иностранных террористах-боевиках, об их перемещениях. Этот банк создан в Федеральной службе безопасности России. Эти и другие вопросы, связанные с борьбой с новыми угрозами, обсуждались в ходе визита в Алжир секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева в конце прошлого месяца. По международным региональным делам у нас широкое совпадение подходов. Мы все заинтересованы в том, чтобы кризисы в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, собственно, как и во всех других регионах, урегулировались исключительно мирным путем с опорой на международные права при центральной роли ООН. В этом ключе мы рассмотрели ситуацию в Сирии, проинформировали партнеров о результатах работы Конгресса «Сирийского диалога», которые, мы убеждены, будут способствовать активизации переговоров между правительством и представителями оппозиции в интересах выполнения резолюции 2254 под эгидой Организации Объединенных Наций. Мы подтвердили высокую оценку усилий Алжира по содействию устойчивому регулированию в Ливии. Безальтернативен диалог между основными игроками, имея в виду Триполи и Тобрук, восток и запад этой страны. Мы поддерживаем соответствующие шаги, которые предпринимаются по линии специального представителя и генерального секретаря ООН, а также региональными странами. И считаем, что помимо Алжира, который проявляет активную заинтересованность в содействии переводу ситуации в конструктивное переговорное русло, полезную роль играют и другие соседние страны, такие как Тунис и Египет. При этом мы исходим из того, что все эти усилия должны быть скоординированы по линии ООН, и подтвердили сегодня нашу заинтересованность помогать этим усилиям, в том числе по линии наших отношений с Алжиром в сфере кризисного регулирования. Обсудили мы ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, в частности в Мали. Путь к урегулированию в этой стране был открыт подписанием в Алжире в июне 2015 года соответствующих соглашений, соглашений о мире и примирении. Считаем, что этот документ по-прежнему является основой для движения вперед, и призываем все стороны в Мали выполнять свои обязательства. В других частях Сахаро-Сахельского региона проявляются крайне негативные последствия той ситуации, которая сохраняется в Ливии. Через эту страну продолжается переток иностранных боевиков. В принципе, идет контрабанда оружия. И у нас общее мнение, что с урегулированием ливийского кризиса будет гораздо более продуктивно решать проблемы Сахара-Сахельского региона. При этом Россия прежде всего поддерживает усилия самих африканских стран, которые должны получать поддержку международного сообщества, будем продолжать содействие странам региона в укреплении их антитеррористического потенциала. По вопросам Западной Сахары, мы подтвердили необходимость поиска договоренностей между Марокко и Палисарио в русле выполнения решений Совета безопасности ООН. Мы высоко оцениваем работу миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, в которой работают и российские офицеры. Мы, конечно же, отметили, что при всей срочности некоторых проблем, о которых идет речь, будь то Сирия, Ливия, Йемен и другие аспекты ситуации в регионе, нельзя ослаблять внимание к застарелым очагам напряженности, прежде всего, к арабо-израильскому конфликту. Мы выступаем за скорейшее преодоление этого конфликта на основе тех решений, которые принимались в ООН и на основе арабской мирной инициативы. Об этом подробно шла речь в ходе недавних визитов в Российскую Федерацию, премьер-министра Израиля, президента Палестины и короля Иордании Абдаллы II. Я считаю, что итоги переговоров подтвердили высокий уровень взаимного доверия в целом нацеленности наших государств на укрепление сотрудничества, укрепление стратегического партнерства и по продвижению двусторонних связей во всех областях, и по усилению активизации и координации по региональным и международным проблемам. Спасибо. Хотел бы прежде всего поблагодарить друга Сергея Викторовича Лавруга. Лаврову он рассмотрел все проблемы, которые мы обсуждали. Это действительно был очень интенсивный диалог, очень полезный и конструктивный. Можно только выразить удовлетворение результатами, к которым мы пришли. У нас действительно амбиции и желания с обеих сторон наращивать диалог, наращивать сотрудничество. С момента подписания диалога о стратегическом партнерстве между нашими двумя странами, которое было подписано в 2001 году президентом Бутефлика и президентом Путиным, действительно выкристализовывается новая динамика сотрудничества. И за дня в день это сотрудничество становится все более и более эффективным. Я очень рад, что мы сегодня подписали в рамках этого процесса очередной договор облегчении поездок для обладателей служебных и дипломатических паспортов. Это сделает отношения между странами нашими гораздо более простыми, хотя бы на этом уровне. Это позволит нам также расширить сотрудничество между различными областями. Вы уже говорили о политическом согласовании позиций, оно действительно имеет место. Говорили о согласовании позиций на рынке газа и нефти. Мы над этим тоже много работаем на различных международных площадках. Нашей общей целью является поддержание цен на нефть и газ, на уровне, которое было бы взаимоприемлемо и выгоден для всех. Далее вы сказали о визите господина Патрушева в Алжир, и я вместе с ним был председателем третьего аналитического диалога между нашими двумя странами. Это была большая честь. Помимо этого, есть другие форумы, на которых мне довелось участвовать, в том числе госпожа Матвиенко приезжала в Алжир, и председатель Совета нации Алжира приедет в мае месяце в Алжир. Вы упомянули об обменах молодежи. Это очень важно, подготовка новых специалистов. Именно этой темы мы много касались вместе с Дмитрием Медведевым, когда он приезжал в Алжир, и констатировали, что для нас, для алжирцев, открываются огромные возможности в России. Мы не собираемся их упускать. Сегодня мне уже сообщил об этом Сергей Викторович, что увеличивается количество стипендий для алжирских студентов. Это очень сильный сигнал. Мы очень рады этому. Помимо этого, есть возможности для сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, других секторах. То есть, в принципе, сотрудничество очень насыщенное. Множество двусторонних встреч проводится. Через две недели будет деловой форум. И мы воспользуемся для того, чтобы вместе посадить за один стол переговоров всех наших представителей деловых кругов, чтобы они поговорили напрямую о том, какие возможности сейчас представляются на алжирском и российском рынках. Мы поговорили о том, какие на международной арене стоят вызовы между Россией и Алжиром. Как сказал уже Сергей Викторович, ситуация в нашем регионе очень непростая. Нас сейчас окружает огромное количество стран, которые находятся в состоянии конфликта и кризиса. Это и Западная Сахара, и Ливия, Мали, и другие страны. Поэтому ситуация в Алжире очень хрупкая. Помимо этого, мы наблюдаем интенсификацию деятельности террористических группировок в нашем регионе. Это и ИГИЛ, и другие группировки. Мы также сталкиваемся с возвращением иностранных боевиков, которые все более массово возвращаются в страны после проведения террористических операций за рубежом. Это тоже очень ослабляет ситуацию в области безопасности. Ларжир уже собирается сделать все возможное, чтобы вернуть стабильность в Силии. В Ливии мы над этим очень много работаем. Об этом уже говорил Сергей Викторович. Стабильность в Ливии – это ключевой фактор решения ситуации во всем регионе. Поэтому мы над этим работаем вместе с другими региональными соседними странами, ну и, конечно, с Организацией объединенных наций и со всеми постоянными членами Совбеза, которые очень помогают нам. Мы поддерживаем усилия ООН, поддерживаем усилия господина Сен-Саламет. Что касается молитв, мы пытаемся внести свой вклад в доработку соглашения между различными действующими игроками. И сейчас считаем, что нужно сделать только небольшое усилие, чтобы он был дописан, и чтобы правительство и другие повстанческие группировки его подписали. Африка должна сделать для этого усилие. Как сказал Сергей Викторович, мы это делаем. У нас есть уже комиссариат по миру и безопасности. Есть Нуакшотский процесс, который представляет собой африканскую стратегию, согласно которой Африка может справиться со своими проблемами сама. У нас есть на это политическая воля, есть желание, и мы хотим сами справиться со всеми конфликтами, которыми сталкивается Африка. Также мы говорили о Ближнем Востоке, о Сирии и Палестине. Здесь тоже необходимо вырабатывать политическое решение, решение, в котором все ключевые игроки собрались бы за одним столом и отстаивали бы одну цель – поддержание единства и неделимости Сирии, ее суверенитета. Только так можно открыть диалог, в котором участвовали бы все. И Алжир, конечно, поддерживает усилия ООН, как в Женеве, так и в Астане или в Сочи. Мы видим общие интересы, которые отстаиваются. И я надеюсь, что в каком-то момент эти интересы придут к общему знаменателю и гидой резолюции ООН, которые касаются этой же вопроса. Также мы говорили о вопросах о Палестине. Мы также поддерживаем усилие ООН и решение на два государства. Наше желание поддержать особый статус Иерусалима, как это предусмотрено в предыдущих документах ООН по этому вопросу. Помимо этого, мы много говорили об андитеррористических операциях, о борьбе с терроризмом. Мы очень сотрудничаем тесно. Поэтому вопросы усилия наши абсолютно однонаправленные. Они касаются террадикализации в том числе. Потому что Алжир очень много знает о том, что такое диррадикализация. Готовы поделиться своим опытом. Мы очень верим в диалог, верим в возможность и в умение жить вместе. И мы, как страна, которая победила терроризм, потеряла 200 тысяч своих сынов в таких операциях, в результате различных гражданских столкновений, мы знаем, что даже после терроризма есть жизнь. И хотим убедить в этом все заинтересованные стороны. Благодарю российскую сторону Сергея Викторовича за такой дружеский и братский прием. Надеюсь, что у нас будут еще другие встречи с другими российскими видными деятелями. Очень этому радуюсь. И не могу не отметить качество приема и нашего общения. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, информационное агентство «Алжири Пресс». Мальки Салим, журналист АПС «Алжири Пресс-сервис». Вопрос, господин министр Мисахил Абдул-Кадет. По вашему мнению, как следует оценить встречу с вашим коллегом Сергеем Лавровым? Речь идет как о двусторонних отношениях также и о перспективах координации действий двух стран в том, что касается способов регулирования кризисов в регионе Ближнего Востока и Африки в целом. Мне кажется, что я уже ответил на ваши вопросы. Мы с господином Лавровым уже оценили ситуацию, и я представил вам итоги нашей встречи. Мы обсуждали вопросы между двумя партнерами, и как партнера мы обсуждали все возможные вопросы. Я перечислил в целом все эти темы, в том числе и вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Идет ли речь о сотрудничестве в военной области, в борьбе с терроризмом, в вопросах безопасности. Кроме того, между партнерами проводятся межчерденческие встречи на самых различных уровнях, на уровнях политических, на уровнях безопасности. Я вот говорила о межпарламентских встречах, а сейчас наблюдается укрепление взаимодействия между нашими странами. Мне кажется, что я достаточно осветила эти вопросы. Кроме того, есть резолюция ООН, это опора наших действий, идет ли речь о ситуации в Сирии, в Ливии или в других странах. Предпринимается усилие на международном уровне, но также мы постоянно верим в благостное влияние диалога. Я говорю о диалоге между жителями одной страны, между различными странами. Что касается Мали, то мы призываем всех участников наладить общение между собой. Что касается ситуации в Ливии, то же самое. Мы привлекаем всех участников, всех партнеров, наладить диалог между собой. Мы обсуждали сирийский вопрос, мы призываем всех участников на политической арене наладить диалог, чтобы обсуждать вопрос суверенитета и вопрос невмешательства в суверенные дела государства. Я думаю, что и здесь наблюдается совпадение наших позиций. Что касается анализа первопричин некоторых кризисов, то здесь мы также разделяем один подход, почему те или иные конфликты появляются. Более того, мы занимаем одну позицию в том, что касается урегулирования кризиса с учетом международных правовых договоров. В частности, когда речь заходит о резолюциях ООН, о том, что народ сам имеет право выбирать свое будущее. Так что здесь мы координируем наши усилия и мы едины во многих вопросах. Сؤال الثاني, как возможно для Руси отступить от хибрая Казахстана в межал мукафаха الإрهاб? Или есть ли есть алия для обеспечения русских в межал мукафаха الإрهاб? Особенно мы знаем, что Казахстана 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 в межал мукафаха الإрهاб. Перевод телеканала «Легад Египет». Известно, что отношение между Россией и Алжиром хорошее. Как это может быть использовано для решения кризиса в Ливии и общей борьбы против терроризма в Северной Африке? И второй вопрос. Может ли Российская Федерация воспользоваться большим опытом, который алжирская армия имеет в области борьбы с терроризмом? Есть ли какие-либо механизмы обмена опытом между российской и алжирской сторонами? Вопрос, который вы задали в части обмена опыта между двумя странами для борьбы с терроризмом, действительно, у нас существуют такие механизмы. Я как раз сказал вам, что недавно закончилась третья сессия диалога в области безопасности между Россией и Алжиром. Генеральный секретарь Совета безопасности России, господин Патруш, является председателем этой конференции. Так что мы поделились друг с другом анализом ситуации, мы обменялись опытом. Кроме того, существуют механизмы двустороннего сотрудничества в военной области, существуют механизмы по обмену информации в области безопасности, также есть механизмы обмена информации на политическом уровне, что позволяет нам узнать о российском опыте для того, чтобы обогатить и нашу практику. Мы много говорили о вопросах, где радикализация, это опыт, который накоплен в нашей стране, мы готовы делиться этим опытом. Наша страна переживала крайне сложные времена. Мы 10 лет боролись с терроризмом, боролись с фанатизмом, мы боролись с различным проявлением фундаментализма, и нам удалось преодолеть этот период благодаря политике, которую мы вели в течение 10 лет. Политику, предложенную президентом республики, мы переходили к политике национального согласия, национального перемирения. И сейчас мы перешли к новому этапу, это этапа взаимного сосуществования, сожительства. Здесь, в Алжире, мы как раз пропагандируем такой подход, мы должны жить все вместе. Я говорю о стране, я думаю, что это распространяется и на весь регион, умение жить вместе в мире. И в декабре прошлого года Алжир выступила с резолюцией на уровне Совета безопасности ООН. Согласно этой резолюции, мы предлагаем 16 мая провозгласить этот день и днём мирного сожительства на нашей планете. Идёт ли речь о национальном примирении, о национальном согласии, я думаю, нам всем нужно учиться мирно жить вместе. И я думаю, что на основе консенсуса в Совете безопасности принята такая резолюция, объявить 16 мая днём мирного сожительства. Я хочу тоже сказать, подтвердить слова моего друга, и Алжир, и Россия имеют богатый опыт в сфере антитеррора. Опыт, к сожалению, полученный в результате работы по преследованию, ликвидации организаторов и исполнителей терактов, которые унесли многочисленные жизни наших граждан. И сейчас мы действительно наладили каналы сотрудничества не только по линии Министерств иностранных дел, в этих рамках мы тоже обсуждаем общие задачи антитеррора, но и по линии силовых ведомств и по линии Советов безопасности наших стран. Как я уже сказал, Николай Патрушев совсем недавно посетил Алжир с визитом, где был принят президентом страны, провёл переговоры со своими коллегами по конкретным аспектам дальнейших усилий в контртеррористической борьбе в контексте координации наших действий. Алжир – участник мероприятий, международных встреч, которые на территории России регулярно проводятся по линии аппарата Совета безопасности Российской Федерации по линии Федеральной службы безопасности. И, как я уже отметил сегодня, Алжир присоединился к созданному Федеральной службе безопасности России Международному банку данных об иностранных террористах-боевиках. Это ещё один шаг к тесному взаимодействию по пресечению террористической угрозы. И я абсолютно согласен, это одно из стратегических направлений нашего партнёрства, которое имеет и двусторонние измерения, и измерения многосторонние в рамках общерегиональных, да и глобальных усилий под эгидой Организации Объединенных Наций. Господин Министер, американская страна назвала облюкованную пятницу информации о вмешательстве России в выборах необрожимой и удивляется тем, как умудряется русский не видеть все очевидные факты. Вы уже не раз об этом говорили. На ваш взгляд, на что рассчитывают американцы, продолжая обвинять Россию без никаких фактов? И какие факты, если они есть, могут действительно убеждать Россию? И второй. Господин Министер, вчера в Сирии силами генерала Суэл Хасан было опубликовано видео, где притягивается большое количество тяжелых вооружений в Восточном Готе. А якобы возможности штурма туда, потому что приговорный процесс с боевиками провалился. На ваш взгляд, в случае штурма нет ли обоцения, что будет большое количество жертв среди мирных населения? И не считать, что надо воспользоваться тот опыт, который Россия принимала его при освобождении Алеппу? Спасибо. Первый вопрос насчет вмешательства. Давайте конкретно рассуждать. Вы сказали, что Соединенные Штаты опубликовали информацию. Что это за информация? Если я правильно понимаю, это перечень фамилий 13 лиц, в котором вменяются действия по вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, но конкретных фактов, даты, формы вмешательства, иные сведения, которые могут быть соотнесены с чем-то напоминающим факты, я там не увидел. То есть получается, что выдвинуты обвинения, но доказательств не представлено. Поэтому, когда наши американские коллеги говорят, что российская сторона не признает очевидные факты, для нас это совсем не очевидные и пока еще совсем не факты. Мы неоднократно говорили о том, что будем готовы рассматривать любые конкретные обращения. Мы предлагали много раз, в том числе на встрече президентов Путина и Трампа в Гамбурге в июле прошлого года, возобновить профессиональный, не медийный, а профессиональный диалог по рассмотрению любых озабоченностей в сфере кибербезопасности. Американская сторона, хотя и отреагировала на уровне президента позитивно, потом ушла от этой договоренности. Кстати, там те, кто был против, они заявили, что как мы можем с Россией налаживать диалог по теме, которая является как раз сферой российского вмешательства в американские дела. Ну, очень, знаете, какая-то извращенная логика. И если все, что происходит между нашими странами, да и в мире в целом, люди, которые такую логику проповедуют, рассматривают через призму вины России во всем и вся, ну, тогда, наверное, никакого диалога ожидать не приходится. Но, помните, как я уже вам об этом говорил, когда я обращался к Рексу Тилерсону с просьбой привести то, что он назвал неопродержимыми свидетельствами вмешательства России в американские выборы, он мне ответил, что этого не требуется, потому что российские спецслужбы и так все прекрасно знают. Но это тоже, наверное, не уровень интеллектуального обмена мнениями, так же, как и требования. Это в одном ряду, вот, знаете, с заявлениями о том, что Путин хочет возродить Советский Союз, это голландская история, известная уже на уровне карикатуры и анекдота, либо заявления руководителей вооруженных сил Великобритании о том, что есть стопроцентные данные о планах Российской Федерации оккупировать британские острова. Трудно к этому относиться серьезно, откровенно говоря. Еще раз скажу, Россия уже многие годы продвигает инициативу налаживания взаимоуважительного, профессионального, без двойных стандартов диалога по кибербезопасности. По нашей инициативе принимаются резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о продвижении к системе международной информационной безопасности. Существует соответствующая группа правительственных экспертов, которые над этим работают. Россия вместе с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества внесла проект правил поведения в информационном пространстве и проект международной конвенции о борьбе с киберпреступностью. Это все в дополнение к нашим инициативам по развитию двусторонних контактов по борьбе с киберпреступлениями в отношении и с Соединенными Штатами, и с другими западными странами, которые озабочены этой проблемой. Мы не менее других заинтересованы в том, чтобы эта сфера была действительно полем честного сотрудничества, а не полем и не сферой спекуляций, которые, к сожалению, пока продолжают поступать. Это что касается... А второй вопрос был насчет Восточной Гуты. Вы знаете, сейчас в ООН активно разогревается тема гуманитарных проблем в Восточной Гуте и в Идлибе, и содержится в самых разных инициативах, в том числе в Сайте Безопасности, призывы, выдвигаются призывы к сирийской правительственной армии прекратить там наступательные действия. Есть инициатива об объявлении минимум месячной паузы для того, чтобы успокоить ситуацию, доставить гуманитарную помощь. В чем проблема? Проблема заключается в том, что и в Идлибе, и в Восточной Гуте правят бал боевики Джабхат Ан-Нусра, организации, которая объявлена в Советном Безопасности террористической. И в соответствии со всеми имеющимися договоренностями, борьба с терроризмом не может быть ограничена ничем. И нас очень тревожит, что, по сути дела, только сирийская армия и российские воздушно-космические силы, которые ее поддерживают, пытаются подавить это террористическое подразделение Аль-Каиды, Джабхат Ан-Нусру и тех, кто с ней сотрудничает. За всеми призывами сейчас прекратить наступление сирийской армии, причем это делается при одновременном отказе от наших предложений дать гарантии, что Джабхат Ан-Нусру тоже остановится, за всеми этими призывами скрывается, ну, по крайней мере, иначе не получается оценивать ситуацию, скрывается стремление Джабхат Ан-Нусру в очередной раз вывести из-под удара. Я согласен с тем, что любые военные действия должны учитывать те возможные последствия, которые они будут иметь для гуманитарной ситуации, для положения гражданских лиц. И мы рассчитываем, что все необходимые меры предосторожности будут предприняты. Опыт, который был применен в Алеппо по достижению договоренности с боевиками, об организованном выходе, он применим вполне и к Восточной Гуте. Ценой огромных усилий удалось несколько раз договориться о медицинской эвакуации, прежде всего детей и других нуждающихся в срочной медицинской помощи. Но последующие усилия о более масштабных акциях по выводу оттуда гражданских лиц наталкивались на отказ Джабхат Ан-Нусра, который хочет этих людей удерживать там в качестве живого щита. И замечу, что Джабхат Ан-Нусра там не просто находится, она постоянно атакует гражданские объекты, включая жилые кварталы Дамаска, в том числе несколько раз было атаковано российское посольство, а совсем недавно здание российского торгпредства с нанесением ему значительного ущерба. Поэтому мы просим наших западных коллег, которые имеют рычаги влияния на Джабхат Ан-Нусру, и они это не отрицают, просим все-таки сделать так, чтобы, если вести речь о решении гуманитарных проблем, то прежде всего надо дисциплинировать эту структуру, которая является террористической. Иначе она подлежит уничтожению, и здесь каких-либо сомнений быть не может. Но все необходимые меры предосторожности для того, чтобы гражданское население не пострадало в этой ситуации, чтобы минимизировать эти риски, конечно же, должны приниматься. Уважаемые дамы и господа, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо. 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 Спасибо.